И прямо сейчас я передаю слово нашей другой студии. Сейчас начнется прямая трансляция брифинга центральной коммуникации. Маржан, здравствуйте. Здравствуйте, Лаура. Уважаемые коллеги, мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Курмитный арпетестер, в орталых коммуникацияларх измейтнг ахпараттага лагнат келикурсетлем дэ бастаймэс. Бүгін Қазақстан Қалқына Қоғамдық Қорның жұмысы туралы ахпаратты біздерге Қазақстан Қалқына Қоғамдық Қорның басқарма төрі ағасы Болат Бедахметулы жәмішіп, және Қазақстан Қалқына Қоғамдық Қорның қамқоршылық кенесінің мүшесі Лазат Алтынбек қызы Шыңғыспаева ахпарат беретін болады. Болат Бедахметулы, алғаш сөзігін өзіңіздем. Мархабад. Саламасырмын. Қор президентің тапсырмас мен түрлі себептерге байланысты мемлекет қамтамасыз етпейтін бағыттар бойынша әлеметік саладағы проблемаларды шейшу үшін құрылды. Президент, бизнесің қысы үшін әлеметекторда үшін құрылғы қыға қырылға қарға қырақта ұдарымдар үшін қырылға қырылға қығамат үшін әлеметік әлеметік сүйі шахарда. Я видел некоторых сообщениях, что некоторыми людьми воспринимается это как дополнительный налог на бизнес. Хотел бы сказать, это не налог, это добровольные перечисления предприятий. Ну, сейчас в основном перечисляют предприятия крупного бизнеса и акционеры этих предприятий. И в соответствии с налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты до 3% от налогооблагаемого дохода, если эти деньги направляются на благотворительность. Ну, я полагаю, что в рамках этих, собственно, налоговых льгот и будут осуществляться перечисления, поэтому никаким образом на повышении цен эти перечисления никак не отразятся. Сегодня многие бизнесмены занимаются благотворительной деятельностью и созданием нового фонда. Полагаю, все реализуемые проекты будут ими продолжать финансироваться. Участие в деятельности еще одного фонда налагает на этот фонд большую ответственность. Бизнесменам не безразлично, как тратятся перечисляемые ими средства на благотворительность, только ответственная, эффективная работа фонда позволит ожидать регулярности поступления средств. Мы предполагаем создать совет из числа спонсоров. Совместно с этим советом разработаем стратегию работы с донорами фонда. Мы планируем регулярно публиковать все суммы, которые поступают в фонд, в том числе в разрезе крупных плательщиков. Мы это уже делаем. Уже два пресс-релиза выпустил фонд только на этой неделе. Кроме добровольных пожертвований, фонд будет поступать в средства от оператора алтернерной деятельности, центра учета ставок, а также других источников, определенных правительством. Но это та работа, которую нам еще предстоит делать. Физические лица на добровольной основе сегодня участвуют в формировании фонда. И фонд категорически против того, чтобы были хоть какие-либо поводы говорить о том, что это делается по какому-то принуждению, в рамках какой-то компанейщины. Мы за исключительно добровольное участие физических лиц в финансировании фонда. Фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, непредоставляемых государством и частным бизнесом. То есть речь идет о помощи, которая сверх той, которая оказывается прежде всего государством. И мы думаем, что будет абсолютно неправильно, если фонд будет восприниматься как какая-то бюджетозамещающая программа. Ну, также фонд будет оказывать поддержку семьям погибших при защите целостности и независимости наших страннослужащих сотрудников правоохранительных органов. Будет вместе с государством помогать населению при катастрофах природного и техногенного характера. Фонд также будет участвовать в обеспечении доступности для детей объектов спорта и иных социально значимых для воспитания детей услуг. Полагаю, фонд должен будет оказывать помощь детям и семей, где в силу чрезвычайной бедности под угрозой их здоровья и будущего. Фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи. Для этого потребуется большой штат и филиальная сеть. У нас в стране действует большое количество общественных организаций, занимающихся теми вопросами, на которые нацелена деятельность фонда. Фонд станет их партнером и работать будет через них. При этом исключается использование денег фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи. Уже сегодня 140 общественных организаций принимают заявки от населения только через единый электронный портал. Этот портал и станет каналом связи между населением, благотворительными и благотворительными организациями. Но есть и другие порталы, через которые благотворительные организации получают заявки от нуждающихся. И мы, конечно, будем стараться сотрудничать с теми, кто уже имеет налаженную систему. Вообще по этому вопросу я, наверное, еще все-таки несколько комментариев добавлю. Работать через благотворительные организации некоторыми воспринимается как то, что деньги фонда будут тратиться на содержание этих организаций, совсем нет. Для того, чтобы принять решение об оказании кому-либо помощи, нужно ведь кроме заявления иметь еще много подтверждающих документов. Нужно обследовать, встретиться с этими людьми. И понятно, что если фонд будет заниматься этим самостоятельно, то это нужно будет иметь колоссальные штаты и деньги, которые направляются на благотворительность. Но придется тратить тогда на содержание этого штата. И в то же время абсолютно неправильно игнорировать деятельность ныне функционирующих благотворительных организаций. У нас большая сеть таких организаций, у них не хватает ресурсов, поэтому мы будем их партнерами. Но их опыт, их знание по работе с нуждающимися благотворительной помощи, он бесценен, и мы будем стараться его максимально использовать. Но деньги перечислять мы будем непосредственно получателям помощи. Деньги не будут поступать на счета каких-либо других благотворительных организаций, посредников. Речь идет о взаимном сотрудничестве для того, чтобы наилучшим образом оказывать благотворительную помощь населению. Понятно, что средств в фонде не хватит на решение всех проблем в обществе, да такая задача и не стоит. Поэтому фонду предстоит определиться с приоритетами. И у нас два дня состоялось, два дня назад состоялось, состоялось организационное заседание попечительского совета. И на этом организационном совещании было решено сначала разработать концепцию деятельности фонда, то есть проработать все механизмы, каким образом фонд будет функционировать, взаимодействовать с населением, государством, с другими организациями. То есть каким образом будет проводиться работа, и уже исходя из этого определиться с бюджетом, штатом, исполнительного органа. Кстати, попечительский совет, тоже я вот где-то видел в отзывах, не будет получать никакую зарплату. Попечительский совет, он, все члены попечительского совета работают на общественных началах. И вот нам предстоит более четко разработать эти механизмы. Уже в рамках рабочей группы состоялись встречи, обсуждения этих вопросов с представителями благотворительных организаций. Они говорят о том, что нужно очень осторожно подходить к выбору партнеров. То есть, по сути, необходимо работать с теми партнерами, которые имеют опыт и подтвердили, так сказать, свою репутацию. Мы это тоже учтем. Далее речь идет о том, что для того, чтобы у населения не было неоправданных ожиданий, нужно разработать очень четкие программы, чтобы все понимали, на какие цели будут расходоваться средства фонда, с учетом того, что они, какая бы сумма ни была перечислена в фонд, это все равно будут ограниченные финансовые ресурсы. И нужно будет, например, на среднесрочную перспективу определить, какие задачи ставит фонд, какими средствами он этого будет добиваться и какой результат будет получен. Если говорить о сумме, которую мы ожидаем, исходя из состава участников, в совещании у президента, к кому президент напрямую обратился, исходя из нашего понимания того, каким налоговлагаемым доходом располагают наши крупные и средние предприятия, мы так полагаем, что 100 миллиардами фонд будет располагать. Ну и под эти 100 миллиардов мы должны будем выстроить первоочередные какие-то задачи, ну и еще плюс на 50 миллиардов задачи уже второго уровня, если эти средства поступят, то есть до 150 миллиардов. Мы также определились, что будут выработаны подходы как к адресной помощи, так и к системным мероприятиям. Фонд не должен оказывать только адресную помощь отдельным людям, которые нуждаются в этой благотворительной помощи. Фонд должен также решать те задачи, которые можно решать на системном уровне. И это тоже нам предстоит выстроить, определить те задачи, которые надо решать, и выстроить подходы к тому, чтобы их реализовать. Ну, например, я эти примеры приводил, это уже для представителей СМИ. Если есть опыт, когда за счет частных денег оснащаются в дальних населенных пунктах, откуда сложно добираться до районных центров, больших, до областных центров, за счет частных денег оборудуется кабинет идеализа. Ну, это кабинет, который, понятно, что нацелен на помощь не конкретному человеку, а вообще всей территории, всему населению этого региона. Кроме того, есть опыт, когда за счет частных денег развивается сеть лабораторий по сдаче анализов, по сбору анализов. Частные компании имеют такие кабинеты в крупных населенных пунктах, но у них проекты не окупаются, если речь идет о малонаселенных, отдаленных каких-то районах. И есть проект, примеры, уже реализованные в пяти населенных пунктах, когда созданы за счет частных денег такие кабинеты, и уже те, кто занимается доставкой этих биоматериалов в областные центры для анализа, они включают их в свой перечень. И таких примеров может быть много, это все системная работа. Возможно, можно будет уменьшить спрос на лечение за рубежом, приглашая бригады опытных специалистов, хирургов, специалистов других направлений в нашу страну, но это нужно будет прорабатывать уже с органами здравоохранения. Такие же программы нужно будет выработать в сфере социальной защиты, образования, культуры и спорта. С министрами этих социальных ведомств я уже имел беседу, и мы с участием тех общественных организаций, которые работают по этим направлениям, начнем прорабатывать в рамках соответствующих рабочих групп. В завершение своего выступления я все-таки еще раз хочу сказать, обращаясь к гражданам нашей страны, за счет фонда невозможно обеспечить всех нуждающихся жильем, решить проблемы бедности в нашей стране, но наиболее чувствительные моменты, которые затрагивают большие группы населения и при этом могут быть решены за счет благотворительности, ну вот, наверное, мы будем нацелены на решение таких вопросов. То есть для нас важно, чтобы большее количество людей почувствовали помощь фонда. Фонд будет прозрачным в своей деятельности. Мы всю информацию будем размещать на нашем сайте и о поступлениях, и о расходах. То есть максимальная прозрачность этого фонда – это наш один из важнейших приоритетов. Спасибо за внимание. Спасибо вам за подробные разъяснения, Булат Бедахметович. Следующее слово хочу предоставить Лязат Артымбековна вам. Спасибо за внимание. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...